На лёд готовятся выйти воспитанники Одинцовской спортшколы. Ребята занимаются хоккеем уже около трёх лет, но сегодня в их расписании необычная тренировка. Своим мастерством с юными хоккеистами поделятся игроки клуба КХЛ, ЦСКА, среди которых и тот, на кого они мечтают быть похожи. Капризов. Чем он так хорош? Ну, потому что он много забивает. Капризов. Почему капризов? Потому что он молодой и уже в ЦСКА, он в сборной России. Наверное, тоже капризов. Почему капризов? Потому что он добился того, чего он хотел. 2018 год. Зимняя Олимпиада в Кенчхане. Немецкие и российские хоккеисты решают судьбу золота. На табло 3-3. Идёт дополнительное время. Трибуны замерли в напряжении. Капризов. Гусев. Капризов. Эти ребята сделали нас олимпийскими чемпионами. Этот момент российские болельщики запомнят навсегда. А автор победной шайбы на тот момент самый молодой игрок национальной сборной Кирилл Капризов признаётся – жить прошлыми успехами – это не про него. Уже надо, в принципе, забывать об этом. Новый сезон и новые игры, и новые турниры. Ещё, можно сказать, ничего такого не достиг. Всё только впереди, надеюсь. Пообщаться с воспитанниками Одинцовской спортшколы в Ледовый дворец «Армада» кроме Кирилла Капризова приехали и другие игроки ЦСКА. Андрей Светлаков, Максим Мамин, Павел Корнаухов и Илья Сорокин. Выход на лёд вместе с юными хоккеистами. Олимпийский чемпион отказывается называть мастер-классом. Говорит, что это встреча для взаимного удовольствия. Мне бы ещё кто советовал, на самом деле. Я такой же молодой ещё. И так, я думаю, главное старание, чтобы хотел играть в хоккей, да и всё остальное всё будет. В первые годы обучения юных хоккеистов ставят на коньки, закладывают технику катания и учат владеть клюшкой. Мальчишки ежедневно по несколько раз делают десятки различных упражнений на льду и в спортзале. Но при этом важность таких встреч с добившимися успеха старшими коллегами сложно переоценить. Это показать мальчишкам, к чему они должны стремиться, к чему они должны расти. Что труд хоккеиста – это очень тяжёлый труд. Что это не просто игра, а это в первую очередь колоссальные тяжёлые тренировки. Чтобы они это понимали и в каждой тренировке, чтобы они выкладывались на 100%. Сейчас юные хоккеисты стараются на тренировках, чтобы быть похожими на своих кумиров – Харламова, Овечкина, Капризова. Но, возможно, совсем скоро усердие принесёт свои плоды. И на устах у болельщиков уже будут их имена и фамилии. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.